Это большое время новостей на МТВ и мы продолжаем. 68 регистров, 4 мануала и около 5000 трупов. Гениальное изобретение человечества, совершенный инструмент, способный разбудить в душе человека самые противоречивые чувства. Волгоградскому органу исполнилось 30 лет. В какой форме юбиляр встречает эту круглую дату, оценил Дмитрий Герасимов. Куда только не приводит наше журналистское любопытство. Я нахожусь в одном из интереснейших мест Волгограда. Как вы думаете, где я? Я внутри нашего волгоградского органа. Весной 1989 года в наш город на основании контракта, заключенного с чехословацкой фирмой «Ригер Клосс», прибыли 6 специалистов из города Крнов. Их задачей было смонтировать орган в концертном зале речного вокзала. Но смонтировать это лишь часть дела. Главное, кто после будет этого обслуживать инструмент. И такой человек в Волгограде нашелся. Александр Кравчук. Хранитель органа. Так называется его профессия. Я здесь работаю, я здесь каждый день. 68 регистров, 4 мануала и около 5000 труб. Как считают музыканты и специалисты, орган — это гениальное изобретение человечества. Совершенный инструмент, способный разбудить в душе человека самые разные эмоции. С технической точки зрения Волгоградский орган очень сложен и требует постоянного ухода. Вот трубы, которые мы смотрим отхода. Видите, какие они большие? Дальше. Вот сюда идем. Вот, например. Ну, любую я трубку беру. Вот. Они все похожие. Видимо, и в зале клавишный инструмент, или, как его называют, пульт органа — это лишь малая часть сложного механизма. Над пультом располагаются четыре яруса с трубками. Они соответствуют четырем клавиатурам-мануалам на пульте управления. Мы перемещаемся на третий уровень органа. У меня такое впечатление, что я в старом замке нахожусь. Потолки здесь низкие. По деревянным лестницам и под мостком нужно ходить очень осторожно. Трубы нельзя задевать. Они довольно хрупкие. Это сплав свинца и олова. Трубы тянутся до самой крыши здания. Самая длинная — около десяти метров. Каждая из них имеет свой уникальный звук. Так, попробуем. Что из этого получится? Ух ты! Голос небес. Специалисты утверждают, что органная музыка очень положительно влияет на нервную систему. Человек испытывает необыкновенный душевный подъем, но чтобы прочистить от пыли все трубы, нужно два месяца кропотливой работы, как минимум трех специалистов. Увы, простого способа проверить звук, прочистить все шесть тысяч труб, не существует. Профессия уникальная. Специалистов, подобно Александру Кравчуку, на всю огромную Россию несколько десятков. Как утверждают историки, первые органы появились в Византии, а затем в Западной Европе еще в первом тысячелетии. И находясь здесь, испытываешь гордость и благоговение, что такой древний, уникальный инструмент уже три десятка лет позволяет нам, жителям современного Волгограда, приобщиться к удивительному древнему искусству. Дмитрий Герасимов, Анатолий Чернышев. Время новостей.